Каждый пятый брак распадается, и на тысячу браков приходится 222 развода. Причём в городах негативные тенденции наблюдаются в 2,5 раза чаще, чем в сёлах, сообщает Надстатком. По словам экспертов, всеми распадаются по ряду причин. И главная из них – это экономический кризис, который обостряет и порой разрушает отношения между супругами. Материальные проблемы сказались на разводах в Кыргызстане сильнее всего в период пандемии коронавируса, говорят специалисты. «80% всех разводов произошли из-за финансовых проблем. Экономическая ситуация в стране напрямую влияет на отношения в семье и считается одним из важных факторов разрушения браков. Поэтому важно предварительно искать пути решения этой проблемы. Как супругам необходимо себя вести, как нужно относиться к детям во время экономического кризиса – это всё обсуждаем сегодня на Круглом столе». Участницы Круглого стола отметили, что экономические проблемы возникают на фоне финансовой безграмотности. Супруги не умеют правильно распределять средства и неразумно используют свои накопления. По словам экспертов, особенно остро стоит проблема в сельской местности, где чаще всего главным кормильцем выступает муж, а жёны, занимаясь домашним бытом и воспитанием детей, остаются экономически зависимыми от супруга. «Женщина может дома сидеть и заниматься тем своим любимым делом и при этом этим же зарабатывать. Например, возьмём выпечку. Если она очень хорошо умеет выпекать, женщина может снимать онлайн-уроки, проводить мастер-классы и этим зарабатывать, например, вышивкой, плетением. Или, например, как я, тренера коуча, может быть. У меня, кстати, онлайн-курсы, поэтому это очень удобно для меня. Я нахожусь дома и в то же время провожу онлайн-курсы. Сейчас очень много возможностей для женщин. Нам просто надо это всё показывать, рассказывать нашим женщинам именно в регионах». По мнению других участников, только благодаря совместному ежедневному труду можно сохранить семейную идиллию. Ведь финансовые сложности встречаются и у одиноких людей. Поэтому важно с самого детства самостоятельно находить пути решения проблемы, отмечают они. «Чтобы выйти из финансового кризиса, родителям необходимо давать правильное воспитание детям, показывать на своём примере, как побороть трудный этап в жизни. Не нужно ждать помощи от государства и ограничивать себя. Ведь разводы всегда были и будут. Надо брать всё в свои руки и трудиться, не покладая рук». Основные причины разводов, по крайней мере, одни и те же, и не меняются на протяжении десятилетий, отмечают специалисты. Это измена, пагубные привычки, недовольство материальным положением, репродуктивные проблемы, зависимость от мнения родственников и друзей.